Пушкин навсегда. Так ответила на вопрос о любимом авторе и победительнице конкурса художественного слова среди учителей Надежды Брещук. Ответила, не задумываясь, уверенно. Кстати, в прошлом году преликновенное прочтение стихотворения не менее известной Марины Цветаевой из «Тень Карадин» также сделала педагога 26-й школы обладателем Гран-при. Однако в этом году в противовес любимым классикам Надежда считала произведение автора незнаменитого и непопулярного. Свой выбор она объяснила просто. Это Сергей Песаков, это современный российский автор. Я читала прозу, небольшой рассказ, как купчиха посничала. Меня она, прежде всего, привлекла своими такими задачами новыми, техническими. Я решила чуть-чуть изменить говор. Это очень такой интересный русский вариант. Мне было просто очень интересно над этим работать. В 2016 году конкурсы художественного чтения в фестивале были посвящены Году культуры и назывались «Магия слова». Среди победителей литературного марафона – старшеклассник 1-го лицея Сергей Дрозд, учащийся физико-математического класса, читал отрывок произведения «Глупый француз» Антона Чехова. Я не ожидал, что судьям больше понравится мое чтение. Да и я не особо-то оторвался от моих сверстников. Я отдаю вообще моему наставнику Елене Федоровне 70% моей победы. То, что сделала она, это и все ее плод, ее профессионализма. Она со мной работала, она ставила мне речь, она мне все делала замечания. Ну, я, собственно, сам-то и не понимаю, как надо читать. В рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения юних ораторов различных конкурсов. Лучшим из лучших были вручены памятные призы и дипломы. По словам организаторов, количество участников в калейдоскопе литератур мероприятий с каждым годом растет. А это значит, растет интерес и внимание молодежи к слову, к языковым и культурным традициям. Дети всегда включаются великолепно. Дети очень любят, дети ждут этот праздник. Конечно, не все дети любят стихи, но есть дети, которые вот благодаря этим детям, наверное, и мы сохраняем тот интерес к чтению, интерес к литературе и благодаря таким праздникам тоже. Еще с самого утра уже в Владивостоке состоялись первые мероприятия, посвященные этому празднику. И вот сейчас мы в Бресте вместе и белорусы-россияне встречаем этот День славянской письменности, культуры и истоки, которые еще раз говорю, что они общие. И я уверен, что сегодняшнее празднование покажет, что мы вместе навсегда. Неизвестно, каким бы был сегодня славянский мир, если бы не эти братья. Блестяще образованный Кирилл, владеющий шестью языками, и Мефодий, продолживший дело брата после его смерти. Именно этим двум величайшим просветителям мы обязаны за появление славянского фавита. Но заслуги Кирилла и Мефодия значительно глубже. Они внесли неоценимый вклад в историю просвещения и поднятие общей славянской культуры и сделали главное – объединили славян буквой и словом.